И сегодня мне хочется поговорить о Павле, о том, как он проповедовал, о чем проповедовал. Мы очень часто с вами опять возвращаемся к этому же самому вопросу, нужно закон исполнять, не нужно закон исполнять, это как-то крутится постоянно. И в его времена проповеди это особенно остро стояло. Ему приходилось встречаться с церквями, с иудеями, понимаете, которые обращались в христианство. И этот вопрос был очень острый, потому что они из закона тяжело выходили в свободу. Им было очень тяжело совместить и понять, как закон, свобода, что это. И если вы помните, даже приходилось апостолам решать такую проблему, что когда из язычников приходили в христианство. Они тогда хорошо понимали, что фактически они принимают Бога евреев. Это сейчас христиане мало на это делают акцент. Но тогда фактически они принимали иудейскую веру, понимаете. Христиане — это иудейская вера, это Бог, в первую очередь, еврейский. И поэтому у них стоял вопрос, как теперь быть? Теперь надо закон весь исполнять, не весь закон, вообще потерялся народ, не понял. И вот Павлу стояла вот такая проблема, как сказать, ему доверено было. Об этом очень много проповедовать, именно направлять правильно, поставить правильный фундамент в этом плане. И вот я хочу посмотреть, как он в Риме проповедовал иудеям фактически, которые обратились к христианству. И делал между ними мир, потому что не было в церкви даже мира между христианами, которые пришли из языческого мира, и иудеями, которые приняли христианство. Даже мира не было. Римляне 2, 28-29, Павел говорит, Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков. И то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему похвала, не от людей, а от Бога. Мы с вами помним, что апостолам пришлось издать как бы постановление для язычников, да? И они сказали, посему полагаем, да, не затруднять обращающихся к Богу из язычников. А написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови. И чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. И дальше, такая переписка, Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его. И читается в синагогах каждую субботу. То есть желающий может знать и дальше. И мы с вами видим, что Павлу приходилось вот это объяснять. И они приходили, собирались, и пресвитера собирались, и решали эту проблему. Ему приходилось объяснять, как надо с язычниками, как надо с иудеями. Очень сложная была ситуация. Вот как говорится, вы знаете, что, как он говорит, а о тебе наслышанных, помните, пошли уже даже такие толки о Павле, что он вроде бы в язычество подался. И когда он пришел в Иерусалим, то к нему подошли апостолы и сказали, ты знаешь, о тебе уже пошли слухи такие. Что ты как язычник стал, с язычниками. Что ты уже закон не соблюдаешь. И чтобы таких слухов не было, ему сказали, ты тоже возьми на себя издержки, как по закону, и так приди в храм, чтобы все видели, что ты соблюдаешь закон. Вот посмотрите, как чуть-чуть выписку такую я прочитаю. А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея. Говоря, чтобы они не обрезывались, не обрезывали детей своих, и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. И вот дальше они его учат, как надо поступить. Чтобы то, что слышали о нем, они поняли, что это несправедливо, что все-таки он приверженец закона. То есть Павел сам был приверженец закона. И это была непростая задача, быть там и там, представляете, да? И вот Павел говорит о себе очень интересно. Я хочу, чтобы мы с вами вот это слово сейчас как следует поняли, или что он имел в виду. Мы часто читаем это слово, но не до конца понимаем. Не понимаем эту ситуацию, в какой Павел был, находился. И в какой сложной, сложнейшей даже могу сказать, ситуации он проповедовал. Это первое карифлям 9, 19-22. Как он говорит, смотрите о себе. Ибо будучи свободен от всех. Он не сказал от всего. Вы заметили? Он говорит, от всех, от всех суждений. Я всем поработил себя. Зачем? Ради чего? Дабы больше приобрести. Его позиция была. Больше приобрести. Ибо для иудеев, да? Я был как иудей. Надо? Пожалуйста. Потому что он не против. Не против. Пожалуйста. Чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был. Как подзаконный? Чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона. Как чуждый закона. Но интересно, он говорит, не будучи чужд закона пред Богом. Но подзаконен Христу. Чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный. Чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Вот эта позиция была Павла. Как он старался, чтобы никого не смутить. Потому что это было начало христианства. Это было очень сложно. Особенно иудеям это очень сложно было. Понять и принять. Если бы он среди них не был как иудей, они бы его даже слушать не стали. Поэтому к ним мог быть подход только через иудаизм и объяснить Христа по их же законам. И он говорит, впрочем, он не чужд закона. Закон остается для всех. И для нас тоже. Но какой? Но как его исполнять? Вот что он хотел донести. Как исполнять закон надо? Закон нужен даже и для язычников. Потому что закон определяет грех. Поэтому и всегда, и даже в Ветхом Завете, когда соблюдали закон, присутствовали еще и жертвы. Закон не спасает. Он определяет грех, но он не спасает. Если без Христа вы будете просто соблюдать закон, в этом не будет спасения. Поэтому даже в Ветхом Завете присутствовали жертвы, жертвоповинности. Жертвы за грех. Закон не мог спасти никого. В Новом Завете у нас, мы знаем, жертвы Иисуса Христа нас спасает. Но и закон невозможно отменить. И он нужен, понимаете? Так что человек не способен выполнить закон, но должен стараться жить по закону любви. С законом никто не оправдается, но если не будешь исполнять закон, то ты кто, беззаконник? Сложный вопрос. Особенно было сложно Павлу. Если нам сейчас чуточку легче разобраться, ему было очень сложно. Итак, неисполняющий закон не спасется никогда. Потому что беззаконие не может войти в Царство Божье. Но есть закон любви. Вот о чем сказал Иисус, когда пришел. И сказал, я пришел исполнить закон. Он сказал, что есть закон любви. И весь закон, он объединил две заповеди. Весь закон. Не только десять заповедей, а весь закон объединил только в две заповеди. И первая заповедь это возлюбить Бога всем, что у тебя есть всем крепостям, всей душой, всем сердцем, всем разумением. А вторая заповедь это возлюбить ближнего. Как возлюбить ближнего? Как самого себя? И вот на этих двух заповедях весь закон, весь закон стоит на этих двух заповедях. Поэтому и Павел говорил, что мы не чужды закона. Он говорит, я не чужда закона. Я не уничтожил закон. Некоторые думают, что закон можно уничтожить верой. Так думают? Крестьяне. Мы верующие, все, закон не надо соблюдать. Мы верующие, мы крестьянцы, мы не нужны закон. Мы не нужны его. Но Павел говорит к Римлянам 3.31. Романс 3.31 Мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Если вы думаете, что мы уничтожаем закон веры, ошибаетесь. Мы его утверждаем. Иисус пришел исполнить, и мы его утверждаем. А чем мы утверждаем закон? Как вы думаете? Любовью. Мы утверждаем любовью. Мы его утверждаем, что да, надо жить по любви. Надо жить в любви. Это исполнение всего закона. Как же можно сказать, что ты исполняешь закон, если не любишь? Буква не исполняет закон. Буква только обличает. Все, обличила. И вот Павел пытался объяснить им, что он не чужд закон. Он его исполняет, но не так, как иудеи понимают. Это не по букве. И поэтому он в основном, так как людей смущало именно обрезание, они приходили в церкви, иудеи. Которые только что обратились ко Христу. Но требовали обрезания. Они не понимали, что происходит, как исполнять закон по духу. Поэтому Павел говорил, не тот иудей, кто таков по наружности. И не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне такой. И то обрезание, которое в сердце, по духу. А не по букве. Ему похвала. Уже не от людей, а от Бога. Не перед людьми можно сказать, я еврей по рождению там. Нет, я иудей, я еврей по обетованию, по вере, по Христа Иисуса. Я хочу вам немножко рассказать, потому что, когда мы читаем Евангелие, сложно бывает вот этот слог уловить. Как Павел объяснял, он начал от Авраама и хотел показать, посмотрите, когда Аврааму было предложено обрезание. Когда он был в преклонных летах. Представляете, девяносто девять лет. Не сразу, как только он пошел за Господом. Услышал голос Бога и пошел, и Бог сразу ему сказал, этот завет заключить нет. Представляете, сколько лет прошло. Девяносто девять лет, когда Бог ему сказал, определил, подпризвал его и заговорил с ним. Бытие 17, 1-2, я вам зачитаю. Авраам был девяносто девяти лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, Я Бог всемогущий. Ходи предо Мною и будь непорочен. И поставлю завет Мой между Мною и Тобою. И весьма-весьма размножу тебя. И следующее, хочу прочитать вам все-таки. Бытие 17, 9-14. И сказал Бог Аврааму, Ты же соблюди завет Мой. Ты и потомки твои после Тебя и роды их. Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и между вами и между потомками твоими после Тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол. обрезайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между Мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в род ваш. Всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро. У кого-нибудь иноплеменника, даже у иноплеменника, понимаете, на чем основывали они людей. Который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. А теперь посмотрите, какая строгость. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайнюю плоть своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. Кто может это нарушить, скажите? Если Бог сказал истребиться. Кто осмелится нарушить то, что Бог сказал, истребиться? Если понимать это буквально, то это все, то я их могу понять. Буквально, понимая, со страха будешь это делать. Но хочу показать вам интересную вещь. Исаак был зачат уже после обрезания. Тогда, когда Бог заключил завет обрезания. После этого родился Исаак. То есть Исаак уже родился в этом завете. Исаак в этот самый день. Бог заключил с Авраамом два завета, когда я вот вам рассказывал, два. Еще до обрезания. Первый завет был заключен с Авраамом, что он будет отцом множества. Еще до обрезания. Еще даже не заикался Бог об этом, а уже заключил с ним завет, что он будет отцом множества. И знаете, какое он дал ему знамение? Авраам. Теперь ты будешь называться Авраам, отцом множества. И сказал, дам тебе столько народа, как вот звезды на небе, как песок на земле. А поверьте, в пустыне песка много. Этот завет был заключен до обрезания. Понимаете, что Павел хотел объяснить? Что человек получает по вере, а не по обрезанию. Вот это причисление к народу Божьему. Потому что еще до обрезания Бог уже сказал, что он будет иметь столько людей, столько народа, что будет отцом множества. По вере. Хочу вам зачитать это место к римлянам. Все там говорил. 4, 9, 13. Он говорит блаженство. А блаженство это, знаете, в переводе прощение беззаконий. То есть, вот это прощение беззаконий. Все относятся к обрезанию или к необрезанию. Он задает им вопрос иудеям. Мы говорим, что Авраму вера вменилась в праведность до обрезания. Он их спрашивает, когда вменилась в праведность? По обрезанию или до обрезания? Уже в праведность его вера вменилась когда? И сам же отвечает, не по обрезанию, а до обрезания. И закон обрезания, да, он получил как печать. как печать праведности через веру, какую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания. Бог все учел. Для чего? Чтобы и им, кому им? Вот тем, которые придут потом, как отец веры, он будет их. Чтобы и им вменилась праведность. То есть он теперь отец и обрезанных, и необрезанных. Но ходящих по следам веры. Вот что самое главное. Ходящий по следам веры отца Авраама. Какой он имел еще до обрезания. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира. Но праведностью и верой. И так не вначале было обрезание. А затем вера. А обрезание это было уже как печать верующего. Бог как бы запечатлел, что он пошел этой верой. Что это касается нас, как касается нас, я вам хочу объяснить. Когда мы приходим ко Христу, мы приходим к Нему еще с необрезанными сердцами. Потому что еще в Ветхом Завете обрезание это было обрезание сердца. Об этом говорили пророки, что Бог этого требовал от народа. А другой его не интересовало. И никто из нас не приходит к Богу уже с обрезанным сердцем. Никто! Мы только покаялись. Только начинаем шаги веры. И в процессе мы обрезаем наше сердце. и когда оно обрезается, вот тогда печать познал Бог своих. Как он объясняет Тимофею, 2 Тимофея 2, 19. Потом уже твердое основание Божье стоит, имея печать и упознал Господь своих. Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. И так во главе веры всегда стоит вера, вот стоит не обрезание ничему, вера. Во главе нашего спасения вера. Во главе спасения Авраама тоже стояла вера, он спас его из этой ура халдейского. Но вера, она должна и делами подкрепляться. Если нет дел, какая же это вера? Вы знаете, не сказано, что поверил Авраам в Бога. И это вменилось ему в праведность. Некоторые так понимают, вот в Бога поверил, покрестился, и он уже стал праведником. Но тут сказано, поверил Богу. Какая большая разница поверить Богу. Чему поверить? Значит, что-то он сказал. Что мы поверили Богу, это нам вменилось в праведность. Когда? Поверил, значит, начал так жить. Бог определяет верующий или нет, не потому, ты признал его или не признал. Сатана тоже его признает. Какой бес не признает, что Господь есть Бог? Все признают. Нет, это не вера. Поверил, это значит так сделать. Если я что-то сказал, и ты поверил, ты пошел и сделал. Если ты не поверил, ты остановился, и ничего не делаешь. Ты не поверил. Если ты не поверил, ты остановишься и ничего не делаешь. Поэтому верующий Авраам поверил и пошел. И начались дела веры, и это Бог вменил ему в праведность. И нам сейчас тоже чему верить? Учением. Вы знаете, оказывается, есть учение. Когда пришел Иисус, Он принес учение, чтобы поверили Богу и стали слушать учение. Как сказал Иисус, учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. Кто живет этим учением, тот становится праведником. Учение, чему оно учит? Как исполнить закон. Оно учит, как исполнить закон любви. Не по букве. По букве так понятно, не рой яму перед слепым. И так понятно. А вот по духу, как не вырыть яму перед слепым? Учение учит, как любить. Как поступать по любви, как заботиться. И вот везде Иоанн пишет второе послание Иоанна 1, 9, 10 о том, что есть учение, мои дорогие, есть учение. Всякий приступающий, то есть тот, который не исполняет учение Христово, и не пребывающий в нем не имеет Бога, если не жить по учению, ты не имеешь Бога, не надо обманывать самого себя. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. И кто приходит к вам и не приносит его учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Это говорит Иоанн. Павел говорит, вникай в себя и в учение, вы знаете, отлично это место. К филиппийцам пишет, и так, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но и гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасибо. То есть, все учение, оно построено на чем? На обрезании сердца. Это самое главное, чего мы должны в себе достичь. Потому что учение строит нашу внутренность, освобождает нашу внутренность, очищает нашу внутренность. Не обрезанный остается гордым, своенравным, своевольным, непослушным. Таких Бог не познал, не поставит печать. Такой нарушил завет Господа, потому что сердце не обрезано. Бог заключает завет с обрезанными сердцами. вы знаете, это знак стоит. Человек, у которого обрезано сердце, на нем стоит знак, что он Божий. Если неверующие мира могут узнать в тебе по твоему поведению, по твоему характеру, по твоим поступкам, по твоей любви, что ты не ищешь своего, что ты не завидуешь, не гневаешься, обрезанное сердце, если этот мир узнает, то представляете, как Господь видит, познал своих. Это необходимое обрезание, это необходимое исполнение заповедей, нужно исполнять закон, Бог его не отменял, но этот закон весь в любви. Если мы не исполнимся любовью, мы не сможем исполнить, и Павел пытался объяснить им, и сегодня тоже спрашивают, нужно закон исполнить, не нужно, нужно исполнять закон, нужно жить в законе, но по любви, потому что если по букве будем исполнять закон, я вам скажу, нет в том тебе пользы, потому что в сердце твоем ты не делаешь ничего от того, что любишь, просто надо, 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 тогда ты ходишь перед людьми, не перед Богом, потому что ты смотришь, человек не отвернулся, надо сделать добро, отвернулся, уже не делаешь, а когда ты любишь, ты делаешь, есть человек, нету его с тобой рядом, ты просто живешь, делая любовь, обрезанное сердце может только лишь оно творить любовь, вы знаете, почему Иисус сказал, посмотрите на меня, ибо я кроток и смирен сердцем, это и есть, мои дорогие, обрезание сердца, кротость и смирение сердца, и это есть завет с Богом, таковых Бог познал, на таковых стоит печать, что Бог познал, это мой народ, строптивый, непокорный, непослушный, грубый, жестокий, разве это народ Божий? Вы можете представить себе, что вы придете на небо и такой народ там встретите, да что это за рай будет? Ни одного там такого не будет, поэтому не обманывайтесь, обманывайтесь, если хотите идти в небеса, вы должны иметь сердце обрезанное, должны быть похожи на Иисуса, приходите в это постоянно, приходите, учите себя, наставляйтесь, у нас есть прекрасное учение Иисуса Христа, вникайте в Него, написано постоянно и в себя, сколько еще несоответствий, еще исправляйтесь, меняйтесь, обрезайтесь, обрезание очень больное, вы знаете, обрезание всегда болезненно, режешь больно, отрежь кусочек, больно, поэтому сказано, что Слово Божие что делает? Меч, он делает обрезание, Слово Божие как меч, оно входит во внутренность, чтобы отделить душу, от чего, от плоти, понимаете, обрезание делает, поэтому если вы не употребляете Слово Божье, вы не обрезаете свое сердце, вы самодовольны собой, вы становитесь уверенными в себе, и, к сожалению, обманываетесь, слово, оно помогает нам меняться, поэтому постоянно читайте, постоянно вникайте, вникайте, не просто прочитал, вникайте, и при этом смотрите, а я похож как в зеркало, в зеркало, а я похож, а это я делаю, может похож на другой образ, который там отрицательный герой, это вас спасет, написано, так спасешься ты и слушающих тебя, а то можно много говорить, но при этом ничего не делать подобного, вот мои хорошие, я с вами поделилась, очень так так что мы Субтитры создавал DimaTorzok